Друзья, дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Александр Бакин, я заместитель руководителя отдела образовательных программ Ельцин-Центр. И сегодня у нас очередная лекция курса «Бойной памяти». Курса, который мы организовали совместно с Европейским университетом в Санкт-Петербурге, и который посвящен, собственно, как понятно из названия, политике памяти и ее основе изучения. И сегодня у нас в гостях профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, доктор исторических наук, один из ведущих специалистов по истории блокады Ленинграда Никита Ломанин. Уважаемые коллеги, друзья, добрый вечер. Я понимаю, что сегодня пятница, скоро Рождество, и, конечно, тема моя, она не праздничная. Но, тем не менее, приехав из Питера вчера, я обнаружил две такие вещи, которые разительно отличают ваш город, ваш климат от того, что есть у нас. У нас до сих пор дождь, зимы нет, у вас настоящее, настоящее, вот это слово самое важное, по крайней мере, началась зима, кругом бело. Ну и, конечно же, вот этот глоток свежего воздуха, когда я сегодня зашел в ваш музей, первого президента Российской Федерации, с искренним, честным рассказом о том, каким образом, как сложно проходили у нас реформы, о которых, скажем, в Москве и Петербурге предпочитают говорить в контексте лихих девяностых. Через эти лихие девяностые выстраивая, обосновывая то, что мы делали в разное время, ну и в значительной степени дозавуируя, в том числе, и личность Бориса Николаевича, и ту колоссальную работу, которую он сделал. Ну, значит, о чем сегодня я буду говорить? Конечно же, я хочу сразу признаться, что я не отношусь к той категории историков, которые занимаются официальной памятью, коллективной, индивидуальной, которые знают все, что связано с рекером и его последователями и так далее. Я такой традиционный историк, который, начиная с 80-х годов, занимался изучением блокады, прежде всего в таком позитивском ключе, на военной кафедре изучал немецкий язык, спецпропаганду, хотел или полагал, что это мне может пригодиться в моей будущей жизни профессиональной, и поэтому диссертацию первую писал про борьбу с немецкой пропагандой в период битвы за Ленинград, изучая разного рода материалы, и будучи молодым членом партии, имея доступ к разного рода архивам, военным и другим. Вот, и была диссертация моя для служебного пользования, поскольку, естественно, немецкая пропаганда, она предполагала достижение какого-то результата в виде пораженчества, членовредительства, перехода на сторону противника, введения антисоветской агитации, ну и так далее. Значит, вот эти все вещи, они, безусловно, в условиях войны имели место быть. В 89-м году я ее защитил спокойно, потом началось вот то, что, собственно говоря, Борис Николаевич, придя из Свердловска, начал в Москве, и на какое-то время я, собственно, историей заниматься специально перестал, но все время держал в поле зрения возможности изучать разного рода источники, и эти источники изучал и в Америке, в Национальном архиве США, где есть практически все трофейные документы, вермахты, службы безопасности. И вот из всего этого родилась вот эта книжка, которую я, безусловно, оставлю в Ельцин-центре, в Тескар-Голу, на блокаде Ленинграда, документы германских спецслужб, НКВД, письмах ленинградцев. То есть, в принципе, я постарался перевести основной массив источников о том, что немцы планировали в отношении Ленинграда, каким образом принимались управленческие решения по блокаде города, что немецкая разведка знала про Ленинград, каким образом они оценивали ситуацию, ну и то же самое касается материалов управления НКВД в связи, прежде всего, с голодом и смертностью, болезнями и настроениями. Ну и последний вот раздел этой книжки – это, собственно говоря, письма ленинградцев во власть людей, которые страдали от голода, которые писали, надеясь получить вот какое-то избавление, либо прибавку к очень маленькому рациону, либо вместе с этим возможность получить, уехать в эвакуацию. Значит, постановка вопроса историческое знание, память, зачем нам, собственно говоря, изучать блокаду, зачем нам изучать войну, вообще зачем нам тратить наше драгоценное время на изучение того, что произошло много-много лет назад, вот 75 лет победы мы будем отмечать, и, конечно же, наверное, такой исходный пункт, наверное, всех современных исследований о так называемой полезной истории связан с тем, что буквально в течение последних 10 лет, может быть, даже раньше, ну, по крайней мере, точно в течение 15 лет произошло смещение внимания с Октябрьской революцией как главного события отечественной истории, которое воспринимается неначе, как первая цветная революция, выплаченная немецкой разведкой, что на самом деле имело место быть. Я не хочу, так сказать, вот сейчас эту тему развивать, но, по крайней мере, один из немецких журналов, Шригель к 93-ю революции вышел с такой титульной обложкой, где говорилось «Купленная революция», ну, и где проводились просто фоксимильные документы того, сколько немцы давали большевикам, и не только большевикам, для того, чтобы страна вышла из войны как можно быстрее, для того, чтобы вот эту лодку раскачивать внутри России. Ну, и, соответственно, Великая Отечественная война – это главное событие для нашего представления о том, что такое Россия. Это главное событие, которое формирует современную российскую идентичность. Это событие, которое доказывает, что Россию победить невозможно. Это, безусловно, то событие, которое вернуло Россию в число великих держав. Россия стала постоянным членом Совета Безопасности. Россия, как говорят на Западе, получила место за высоким столом, high table, да, и вот с этого времени каким-то образом отделить то, что было плохого в войне и то, что было хорошего, никто не хочет. Потому что, если мы попытаемся критиковать Сталина как верховного главнокомандующего, просто как человека, сразу же возникает вопрос, а можно ли победить в войне или плохого верховного главнокомандующего? Чья это победа? Какую роль играла Коммунистическая партия? Когда Ельцин в 91-м году и последующем в 93-м году пытался ввести запрет на деятельность партии, или, по крайней мере, приостановил ее деятельность, совершенно естественно возникает вопрос, а какие политические институты выполняли ключевую роль в организации сопротивления и организации победы Советского Союза? Ну, ясно, что любой объективный историк скажет, что, да, Коммунистическая партия, может быть, в ином качестве, но выполняла чрезвычайно важную и большую задачу. Дальше я просто показываю основные пункты, о которых я буду говорить. Собственно говоря, неизвестная блокада. До 91-го года у нас существовало огромное количество табуированных тем, которые можно было изучать, вот как я, где на защите было три человека, и потом эту книжку или диссертацию никто не читал, она лежала в спецхране. Что можно знать, что нельзя знать, в какой степени люди хотят о каких-то проблемах говорить, какие были отношения, скажем, Москвы и Ленинграда, можно ли было больше людей спасти в Ленинграде, был ли каннибализм, каков размер был каннибализм, поскольку голод был страшным в городе, каков был уровень преступности в том же самом блокированном Ленинграде, какую роль сыграла Финляндия во время войны, или какую роль сыграли союзники в целом в том, что финны не пошли дальше старой границы. В общем, много тем, таких политически очень чувствительных, о которых можно и нужно говорить. Какое знание о блокаде и войне сейчас востребовано, что мы хотим знать. То есть, вот есть разные категории людей, и, конечно же, мы, я как историк, могу сказать, что есть общество историков, которое не зашорено в принципе хороших историков, которые готовы спорить, обсуждать, соглашаться, принимать какие-то аргументы. Я могу сказать, что долгое время пытался начать диссертацию в Академическом институте о политических настроениях перед битвом за Ленинград. Я так ее называл, просто политические настроения. То есть, политический контроль и настроение, изучая материалы секретно-политического отдела НКВД, правоохранительных органов, партийных органов, дневники и огромное количество всяких разных источников, написал пару книжек. На основании этого написал диссертацию, пришел в институтство, издал ее. И один человек, очень важный, замечательный человек, который во время войны служил и так далее, он сказал, что у меня нет серьезных замечаний, у меня всего лишь 36 вопросов. Когда на них ответите, тогда поговорим. Поскольку, как вы знаете, в академической среде бывает один человек, который важнее директора института и председателя ученого совета, то, соответственно, я три года ходил и думал, что же мне надо в этой диссертации изменить для того, чтобы ее приняли к защите. И в конце концов, меня осенило, надо написать, не про политические настроения, а негативные настроения. И тогда я эту же работу принесу и сказал, о, он теперь правит. То есть, если ты хотел раньше обобщить, на основании документов, экстраполировать материалы разных сводок и дневников и так далее, на весь город, то теперь ты говоришь о каком-то сегменте, и это вполне вписывается в тот вариант памяти о блокаде, о Ленинграде, который нужно. Но вот, тем не менее, вот мы пришли к такому компромиссу. То есть, даже на уровне академического сообщества мы все время находимся в таком диалоге. Ну, соответственно, какое знание о блокаде нам нужно? Я дальше буду говорить о том, что, конечно же, знание героизма, прежде всего. Да, вот героическая сторона, она является превалирующей, доминирующей, и все, что делается, скажем, официально, оно связано, прежде всего, с коммеморацией этого героизма. Но мы знаем, что если в городе, я говорю только про гражданское население, погибло из трех миллионов двухсот тысяч, которые были на начало блокады, около миллиона, задумайтесь, примерно треть, а если мы говорим о тех, кто на момент блокады был в городе, два с половиной миллиона человек, то это еще более серьезная цифра, то, конечно же, трагическая сторона здесь присутствует. И, наверное, от маленьких детей неразумных, либо от немощных людей требовать каких-то героических поступков практически невозможно. И, соответственно, мы должны говорить о каких-то других сюжетах, связанных с трагедией, совмещением героизма и трагедии, изучать блокадную повседневность, изучать стратегии выживания и задавать себе вопрос не только о том, сколько погибло в Ленинграде блокады. Мы знаем официальные цифры 640 тысяч, которые были представлены в Нюрнберге. И затем попытки ленинградских историков эту цифру на основании документов пересмотреть и борьбу за эту цифру, там 800 тысяч погибших, и то, что бывший полномоченный Государственного комитета обороны по снабжению в Ленинграде нарком торговли Российской Федерации Павлов всячески препятствовал, отправляя письма Михаилу Андреевичу Суслову, говоря о том, что вот, если мы сейчас дадим слабину и дадим возможность этим ленинградским историкам пересмотреть один из пунктов нашего обвинения в Нюрнберге и другие повалятся. На самом деле он отстаивал себя, поскольку в значительной степени от его эффективности зависело, сколько людей в Ленинграде погибнут. И увеличение количества жертв означало, в принципе, непрямой упрек тому человеку, который за это снабжение отвечал. Но, тем не менее, вот в этих войнах памяти или играх об истории было довольно много разных интересных вещей. Дальше мы говорим, конечно же, о символах блокады. Вот если я вам задам вопрос, какие имена у вас приходят на ум, когда мы говорим о обороне Ленинграда, блокаде Ленинграда? Ну, наверное, может быть, вы слышали, что был у нас такой маршал до этого наркома обороны Ворошилов, да, и он был командующим северо-западным направлением, потом стал командующим фронтом. Ну и в качестве спасителя Ленинграда всегда упоминается Георгий Константинович Жуков, который вот 13 сентября прилетел в Ленинград. На самом деле, у всех воспоминаниях всегда говорят, что он 10-го прилетел. Я писал очередную свою гениальную статью, где доказал, что он не был 10-го числа в Ленинграде, и что решения, которые были приняты между 10-м и 13-м, были приняты не им, а его предшественникам. Но, коль скоро ты в очень короткий период времени находишься в городе, вот нужно же что-то потом, так сказать, положить на стол и сказать, что вот эти решения – это мои решения. То, что Ленинград удалось отстоять, это благодаря тому, что я сделал то-то, то-то, то-то. Чем короче период времени, тем меньше, соответственно, возможностей вот эти лавры спасителя Ленинграда к себе отнести. Собственно говоря, Варшилов, Кузнецов, Жуков. То, о чем я буду говорить, может быть, если у меня будет время, это то, что на самом деле совершенно недавно рассекречены материалы, переписка Варшилова со Сталиным с 1 сентября по 13 сентября. Его письма показывают, что на самом деле Варшилов был не таким бездарным руководителем. И то, что он делал, было то же точно, что делали другие командующие в других направлениях. И то, что впоследствии делал Жуков или, по крайней мере, одобрял Георгий Константинович. Но это несколько позже. Жданов-Кузнецов. Вот у нас есть представление о Жданове, которое сложилось в основном в связи с поздним сталинизмом, с его хамскими высказываниями в отношении Ахматовой, Зощенко и той травли, которую он развязал против ряда ленинградских писателей и журналов «Звезда Ленинград». Но на самом-то деле в период войны Жданов, наверное, не был таким злодеем, каким он оказался в послевоенное время. То есть у многих есть желание экстраполировать негативный имидж Жданова на его поведение в период войны и противоставлять ему очень активного, молодого, талантливого организатора Алексея Кузнецова, второго секретаря Горького партии Черного военного совета, который впоследствии, как вы знаете, после войны стал секретарем ЦК, был куратором возбезопасности и по разным источникам, в том числе воспоминаниям Микояна, Сталин воспринимал его, по крайней мере, публично называл своим преемником по партии. Ну вот, для ленинградцев известный имя Маханов, он за идеологию отвечал. И Ольга Первой. Есть разные антиподы, и, соответственно, символы блокады, они с разным знаком требуют от нас определенной корректировки. Но в конце я поговорю немножечко о так называемом блокадном архипелаге, когда в Питере по большому счету нету одного большого музейного выставочного комплекса, в котором бы, ну, примерно, как у вас здесь, говорилось о истории реформ, там, не знаю, с конца 80-х до начала 90-х годов. У нас очень много разных мемориальных и памятных мест, здесь написано более двухсот, парков, садов, школьных библиотек и так далее, каких-то мест, связанных с блокадой, где хлеб производили, девашнурских хлебозавод и электроподстанций. Но единого большого музея, где человек, который интересуется обороной блокадой, мог бы прийти и всю историю узнать от начала до конца, вот такого у нас, к сожалению, нет. И по всей видимости в ближайшее будущее не будет. Итак, зачем блокаду изучать? В чем ее, собственно говоря, феномен? Я абсолютно убежден в том, что блокада, история блокады Ленинграда, это недооцененный историками сюжет или событие Великой Отечественной войны, может быть, нашей Отечественной истории в целом, поскольку это самая жертвенная, самая продолжительная битва Второй мировой войны. Ну, если мы посмотрим, сколько она продолжалась и сколько погибло гражданских военных, ну, нет ни одного сражения, которое бы могло сравниться с Ленинградом. Последствия гуманитарной катастрофы колоссальны. Вот просто для вас. Город начинал войну, численность населения 3 миллиона 200 тысяч человек. Один из крупнейших городов Европы. Шестой город. Вот. Закончили войну 640 тысяч. 640 тысяч. Более 80% предприятий вывезено. Крупнейшие заводы 92 эвакуированы. Все остальное, так сказать, сырье, которое накапливалось в период индустриализации, оно в 42-м году, в 41-42 году также вывозилось. Интеллигенция вымерла практически, потому что она относилась к категории ждивенцев и была абсолютно беззащитна. Ну и цвет рабочего класса. Те, кто не был эвакуирован, кто остался на оборонных предприятиях. Часть Ленинграда в городе функционировала в период блокады крупных предприятий. Около 50, которые выполняли заказы военного совета Ленинградского фронта и, соответственно, занимались в том числе ремонтом. Вот эти рабочие в значительной степени не так же погибли. То есть, когда мы говорим о Ленинграде, когда мы задаем вопрос, почему сейчас в международном гуманитарном праве запрещено использовать голод как средство ведения войны. Вот самый такой крупный кейс, который был в истории Второй мировой войны, это ленинградский случай. Вот сейчас международное гуманитарное право, дополнительные протоколы к Женевским конвенциям запрещают использовать голод как средство ведения войны. То есть, даже с точки зрения развития международных институтов, это, безусловно, не местная тема, не тема, которая должна обсуждаться, так сказать, вот лишь в кругу ленинградцев, блокадников и так далее. Далее, очень важный вопрос. Ну, почему Ленинград выстоял? То есть, те, кто занимается сравнительной историей, не могут посмотреть на крупный мегаполис двух мировых воинов. Первая мировая война, которая закончилась, как известно, февральской революцией, октябрьской революцией, да? А, собственно говоря, Ленинград, который переживал намного более серьезный вызов разных негативных факторов и голода, который очень быстро наступил, и бомбежек, и обстрелов, и в целом неопределенности, он вот каким-то образом, и вот я попытаюсь ответить на этот вопрос, каким-то образом он стоял. То есть, несмотря на то, что были разные формы протеста, тем не менее, скажем, количество людей, которые были репрессированы даже органами НКВД, были меньше половины процента от численности населения. Те, кто был репрессирован органами милиции за спекуляцию, грабежи и все остальное, это 22 тысячи человек. Это полтора процента. То есть, у нас сейчас уровень преступности в целом сопоставим в мирное время, когда мы сыты и здоровы, с тем, что было в городе. Почему? Это очень серьезный вопрос. Даже если мы будем говорить о том, что статистика там несовершенная, она плохо велась и так далее, но, тем не менее, мне кажется, порядок этих цифр, о которых я говорю, все равно заставляет историков думать о том, что же произошло с людьми, что же произошло со страной всего лишь за 25 лет. Вот сейчас мы живем на таком расстоянии от 1991 года, от Ельцина, небольшого можем себе представить, как мы изменились, насколько серьезно вот это изменение временное произошло. С 2017 года по 1941 год тоже изменения было. Дальше очень важный вопрос. Как удалось выжить одному миллиону человек? Мы говорим о том, что погибло много. Но другой вопрос. А как другие выживали, когда они получали мизерные рационы? Рабочие, скажем, с конца ноября 1941 года получали 250 грамм суррогатного хлеба. Это четверть того, что нужно, чтобы просто каким-то образом функционировать. У меня сейчас была возможность подготовить к изданию стативу о одном из рабочих ленинградских заводов, Алексея Евдокимовна, 18-го года рождения. Молодой парень, абсолютно здоровый, без семьи, без каких-либо проблем. Без проблем с тем, чтобы он с кем-то делился. И вот он в своем дневнике, патриоте и так далее, можете себе представить, в январе 1942 года был награжден орденом Красной Звезды, боевым орденом рабочий. То есть, по меркам того времени, боевыми орденами рабочих не награждали. То есть, абсолютно красный, как помидор, насквозь, в хорошем смысле этого слова. И вот он пишет, как он выживал, как вокруг него умирали рабочие. То есть, 250 грамм – это просто невероятно. Он в своем дневнике с женой трижды прощался. И вот вопрос, а как другим удалось выжить? Как люди выживали? Откуда все-таки в городе было какое-то дополнительное продовольствие? Ну, потому что чудес на свете не бывает. Просто есть такие очень серьезные вещи. Люди говорят, что если ты живешь духовной жизнью, то ты можешь якобы без хлеба. Но на самом деле, наверное, это помогает, мотивирует, но, наверное, все-таки одной духовной пищей жить было невозможно. И вот, соответственно, возникает колоссальный вопрос о теневом рынке, о спекуляции, о бартере, об отношениях сложных гражданских и военных. Военных было много, которые снабжались лучше, о неубранных полях, о запасах, которые люди делали до войны. Поскольку ведь я не случайно сказал, что в Ленинграде 3 миллиона 200 тысяч человек жило, и численность населения в период индустриализации удвоилась в городе. Откуда эти люди приехали? Из деревни? Куда они летом уезжали? В деревню уезжали они, как правило, в июне, когда еще никакого урожая нет, и везли с собой, подобно моей бабушке, от которой я это узнал впервые, это такая гипотеза у меня родилась, потом я ее нашел, подтверждение в архивах. Они ехали в деревню заниматься тем, чем они любят заниматься, беря с собой запас продовольствия, по крайней мере, на месяц. Не портящихся продуктов, там, макароны, там, сахар и так далее. И таких сезонных рабочих в Ленинграде было порядка 90 тысяч, и в главком партии, в горком партии, директора предприятия писали письма, директора предприятия писали письма о том, что мы не можем выполнить план лета, потому что у нас рабочих нет. И почему? И вот давалось такое объяснение. То есть, когда я пытаюсь объяснить, как и почему люди выживали, если я не верю в какие-то труднопроверяемые гипотезы, то я должен найти материальные ресурсы, которые не были учтены, которые каким-то образом заготавливались, приобретались и так далее. То есть, политэкономия блокады, в целом, до сих пор, на самом деле, не изучена. И одна из самых важных и перспективных тем, это тема, связанная с изучением вот этих отношений между людьми, между разными слоями, в том числе использование ледовой дороги для альтернативного официальному снабжению Ленинграда. То есть, вы можете себе представить, органы БХСС выясняли на речи в Ленинграде риса, который завозили в город минуточку из Узбекистана. Не было риса, не должно быть его вообще, в принципе, но он каким-то образом оказывался. Это то, на что историки никогда не обращали внимания. Имея в виду простую очень вещь, что казалось, что в системе плановой экономики все вот расписано, все написано, а какой-то предприимчивостью людей внимания уделялось достаточно мало. Ну и, конечно, блокадная тематика в жизни своей меди России. Не знаю, сколько из вас людей интересуется тем, что пишут про нашего президента за рубежом. Вот есть такая книжка Фиона Хилла Клиффорда Гедди «Мистер Путин. Девя против инциклянных». Фиона Хилла только что ушла с поста главного советника администрации Трампа по России. То есть, она в Гарварде изучала диссертацию, она писала очень хорошую книжку, где есть из 11 глав 3, которые нас интересуют. Путин как историк, Путин из «The History Man». Одна из глав называется «Putin Nazi Survivalist» – «Человек выживающий». И Путин как государственный. Путин as a statist. И, в принципе, основной месседж такой в развитии представлений об истории, о выживании для нынешнего президента. Блокадный опыт его родителей имеет колоссальное значение с точки зрения формирования стратегических резервов продовольственной безопасности, каких-то дополнительных мощностей, включая газопроводы. Почему в России так много нужно газопроводов? У тебя ступен в «Safe Side». На всякий случай. Черт его знает, что-то случится. Мы всегда воеваем против остального мира, и мы ни на кого не можем рассчитывать. Ну, будет интересно посмотреть. То есть, даже вот наши, как говорят, американские партнеры, да, обращают внимание на то, каким образом нынешний президент России относится к блокаде, войне и так далее. Значит, несколько, довольно быстро я пробегу, как, почему я считаю, что блокада, она до недавнего времени, даже для историков была неизвестна, в значительной степени табуирована. Вот первый период, естественно, заниматься блокадой, начали изучение блокады с момента ее начала. Дальше я буду говорить о том, что в ноябре 1941 года в Кировском райкоме партии, Кировский райком – это Кировский завод, крупнейшие ленинградские предприятия, секретарь выступил с инициативой писать коллективный дневник о том, что происходит. Все сотрудники аппарата должны были приходить в отдел информации и писать самое важное, самое интересное, что они увидели и услышали. Немецкие рисовки сбросили, какие-то слухи, какие-то акты героизма и так далее. Какие анекдоты, о чем люди говорят, о чем они думают, ничего не закончилось, поскольку, ну как, свои мысли писать, чтобы твой товарищ читал и твое сокровенное, так сказать, вот тут же и увидел. Ясно, что из этого ничего не было. Но идея поощрять людей к ведению дневников, к ведению, к сохранению каких-то воспоминаний, она, безусловно, пропагандировалась. Ленинградская правда, органы пропаганды говорили о том, что мы живем в уникальное время. То есть мы должны понимать, что каждый из нас является участником этих событий, мы должны делать все возможное для того, чтобы каким-то образом рефлексировать по поводу происходящего. Много чего было. В 1942 году была первая выставка Комсобол. В период Великой Отечественной войны там были дневники и фотографии, и пробитые пули, комсобольские билеты и так далее. То есть в принципе об активном участии молодежи в обороне города говорилось. В 1944 году открылась выставка о героической обороне. города и с этого времени, собственно говоря, начинается история музея. 37 тысяч экспонатов, артефактов, включая трофейные немецкие самолеты и танки, трамвай, в котором погибли дети. То есть это все было вот в этом музее, колоссальный музей, 40 тысяч квадратных метров площади. Существенно больше, чем, наверное, здание, ну, наверное, половина здания Ельцин-центра. Огромное здание, огромное помещение. Дальше происходит страшный, 1949 год, я не знаю, в курсе ли вы, было такое, так называемое, ленинградское дело, фактически борьба за власть, в ходе которого ленинградские руководители в Москве и в других городах около 200 человек были репрессированы, расстреляны. Ну и, соответственно, музей был закрыт, поскольку ленинградских руководителей обвиняли в том, что они слишком много говорят о своей исключительной роли в ходе Великой Отечественной войны. Ну и дальше чрезвычайно важная вещь для ленинградцев у нас на Невском проспекте и Садовой улице, не знаю, были вы у нас или нет, там есть такие надписи, что граждане во время артиллерийских обстрелов, эта сторона улицы наиболее опасна. Вот можете себе представить, в 1949 году закрасили, для того, чтобы вообще забыть про то, что было в Ленинграде, и только в 1957 году, уже после, соответственно, 20-го партийного съезда, эти надписи были восстановлены. Не случайно, что первая монография о Ленинграде, она появилась не в городе, а в Москве, 1959 год. Ленинградцы фактически не занимались этими сюжетами, ну и до конца 80-х годов, собственно, многие темы были закрыты или архивы были закрыты. Только с 90-х годов началась архивная революция, начался вот так называемый поворот, но что мы должны иметь в виду, что случилось, да, архивы были открыты, но этот новый материал лег на почву такого воинствующего антикоммунизма. То есть абсолютная дегероизация всего МСА, значит, пеплом голову посыпали, в том числе и в Ленинграде, и вообще все здесь было плохо, ничего здесь позитивного в этом городе не произошло, ну и восстановление этих разговоров, что город надо было вообще сдать. Что у нас есть? Просто для того, чтобы вы имели представление, ну, по крайней мере, то, что материал, с которым я работал, практически все немецкие документы, они есть, они более того, выложены, вы читаете по-немецки, можете все материалы получить. Материалы Государственного комитета обороны, они цифрованы, лежат на соответствующем сайте бывшего Центрального партийного архива. Материалы СНК с 2014 года рассекречены, Совет народных комиссаров и, соответственно, заместителей Микояна, Косыгина и так далее. Вот документы НКВД более, такая специфическая вещь, мне довелось, участвуя в одном из проектов, получить к ним доступ. Ясно, что он ограничен. То же самое касается политория на фарме флота, но вот с того момента они у меня есть. Ну и документы союзников в архиве Черчилля есть, его все документы, которые касаются общения с финнами, общения со Сталином, переписка с Розельтом и так далее. Ну и около 200 дневников находятся в наших архивах. Ну и, как вы видите, действительно процесс рассекречивания происходит. Я уже говорил о возможности проведения такого компартийского исследования, но ключевой вопрос, значит, почему результат был другой. Значит, ключевые вопросы, о которых историки до сих пор спорят, кого благодарить за то, что город не взяли. Есть те, кто говорят о том, что Гитлер на самом деле, в конце концов, и город брать не захотел, а хотел бы да взял. Ну и, соответственно, то, что касается советского руководства, все ли было сделано для того, чтобы Ленинграду помочь? Все ли возможности были им использованы для того, чтобы спасти большее количество людей? Ну и традиционный вопрос, который связан с мемуарами Анастаса Ивановича Микояна, который обвинил Жданова в том, что он отказался завозить в город то продовольствие, которое по мобилиционному плану ушло на Запад, поскольку мы собирались врагами на чужой территории. И потом, по мере негативного развития ситуации на фронте, вынуждены были где-то складировать. Ну вот, и Микоян сказал, что он предложил якобы это Жданову, а Жданов отказался, и поэтому тот голод, который разразился в Ленинграде, в очень степени является виной Жданова. Ну вот, собственно говоря, и другие вопросы. Вопросы, на самом деле, для историков мы можем задавать и предполагать, и формулировать гипотезы, какие нам представляются наиболее вероятными. Можем, естественно, говорить про патриотизм. Безусловно, он был доминирующим. В принципе, с 1922 и 1941 года людей, которые уклонялись от службы в армии, в Ленинграде были единицы. Их было больше в 1942 году и в 1943. А в 1941, в июне 1941 года это были просто единицы. Ну, эффективная власть со знаком вопроса, в чем ее эффективность состояла, мы будем говорить. Дальше традиционные немецкие пропагандистские идеи о том, что главными врагами вермахта были генералы Мороз и Холод, распутятся, какую роль сыграли союзники, террор НКВД, советские пропаганды. Вот что, собственно говоря, предопределило разницу между 1917 годом и 1941-1942. Есть книжки, если вам интересно, вы их можете посмотреть. Самые лучшие. Ну, вот они все хорошие. Все хорошие. Не буду я. Гуля бы выделять. Наверное, самая интересная книжка для чтения, это книжка Солсбери, поскольку она написана профессиональным журналистом, на основании его интервью с ленинградскими руководителями. Он был единственным, кто мог задать Попкову вопрос, который его интересовал. Или там, советский Мадвирал непосредственно в период войны, сразу же после нее. Ну, и вот книжка моя с Ричардом Бинлоком, которая была опубликована в Ельском университете. Все реаналы коммунизма, основном это документы и так далее. Немцы. Немцы тоже пишут очень много. Пишут в основном в контексте покаяния. То есть немцы раскаиваются. Да, недавно это началось. Это началось, может быть, последние 20 лет до этого. Они пытались об этом не говорить. В основном отмечаю, что вербахт это совсем другое. Это не СД, это не СС, это обычные солдаты, которые выполняли приказ. Я дальше вам покажу, что эти солдаты прекрасно знали, прекрасно были информированы о том, что они делают, и они несут полную ответственность за трагедию Ленинграда. Ну, и в отечественной литературе тоже очень много историков. Вот я начинаю с Карасева, Материна Михайловича Ковальчук, Геннадий Ильич Соболев. Вот те двое, которые вели спор с Павловым по поводу количества жертв при посредничестве. Суслова, Романова. Романов был сверем Горковой партии, потом сверем ЦК. Градин Адамович, их блокадная книга. Первая книжка, которая была основана на документах «Усной истории». 200 интервью с ленинградцами, выжившими. А сейчас можете себе представить, Центральный государственный архив литературы и искусства в Санкт-Петербурге в год столетия Гранина рассекретил, не рассекретил, а просто передал общественное пользование, те письма, которые ленинградцы писали в ответ на блокадную книгу. Это море новой информации, которая еще, в принципе, не проанализирована, не введена никакого раза в научный оборот. То есть Адамович и Гранина, они вот эту плотину прорвали, молчание, потому что до 70-х годов просто никто не хотел знать, как люди жили. Действительно, никто после Солнцберг не задавал вопрос, а как же вы жили в этом блокаде? В основном была семейная история. После того, как выяснилось, что, а, это опубликовано, значит, это можно, люди стали отправлять эти письма, рассказывая собственные истории выживания. Эти письма, они сейчас доступны. Ну и вот, конечно же, что случилось, собственно говоря, в изучении блокады в отечественной историографии, сдвиг к истории преседневности. Вот книжки Сергея Ярова, к сожалению, родного ушедшего из жизни, выяснение разных стратегий выживания и приведения человека в условиях гуманитарной катастрофы. Ну, не знаю, слышали вы или не слышали, у нас в прошлом году был огромный скандал в Питере, связанный с тем, что московские товарищи сняли малобюджетный фильм, а, я прошу прощения, не тот, это другой, праздник, это не блокадная кровь, а праздник, я прошу прощения. А блокадная кровь тоже, так сказать, скандалит фильм в известной степени, поскольку речь шла не столько о донорах, которые работали в период блокады и делили свою кровью с солдатами на фронте, что было чрезвычайно важно, но и с тем, что те люди, которые пережили блокаду, они какой-то политический ген стойкости имеют, и, собственно говоря, из них и надо формировать будущую политическую или настоящую политическую виду России. Итак, блокада, почему она случилась? Значит, если мы посмотрим с вами на план Барбаросса, Ленинград это первая цель для немцев. Причины и политические, и военно-экономические, и, конечно же, желание немцев обезопасить свою логистику, поскольку, как мы с вами знаем, целью войны было просто уничтожение коммунизма, но освоение того огромного пирога, который достанется немцам в результате покорения России. Соответственно, контроль над Балтикой, беспрепятственное использование Балтийского моря для немецкого флота, для немецких торговых судов, это был ключевой момент. И, конечно же, Ленинград, там, с Кронштадтом, с военно-морской базой, как Косьборг, дороги у нас неважные, железные дороги тоже не очень хорошие, поэтому вот об этом, безусловно, стоит говорить. Контроль над Балтикой. Ну и, безусловно, военно-экономическая вещь, я позже об этом скажу, Ленинград был важнейшим военно-промышленным в 1941 году. Огромная сила сосредоточена, ну и цель в течение 6, максимум 8 недель город взять. Если мы посмотрим с вами План Ост, над которым, кстати говоря, в Германии работали несколько немецких университетов, в частности, Берлинский университет, по освоению вот этого пирога. А в Ленинграде всего населения должно было остаться 60 тысяч человек. 3,2 миллиона 60 тысяч. Для Сталина, ну, безусловно, символическое значение, вторая столица, колыбельная революция. Во многих разговорах с ленинградским руководством он говорил, что это не, прошу прощения, не Челябинская революция, это вторая столица, поэтому мы должны к этому относиться соответствующим образом. 10% ВВП и половина военного потенциала. Значит, вот Катюши начали с июня производить в Ленинграде танки КВ, КВ-1, танки Т-34, ну и огромное количество других видов оружия, приборов и так далее, база КВР. Ну и смотрите, важная вещь, мы знаем, что было в Москве 16 октября 1941 года, бегство по большому счету, которое уже невозможно было остановить. Ну и вот, если бы немцам удалось взять Ленинград, соответственно, эти 300 с лишним тысяч солдат пошли бы на Москву, то мы можем только гадать, как бы развивались события под Москвой. Что было бы с антигитлеровской коалицией, сложилась бы она в том виде, в каком она сложилась или нет, какие бы обязательства наши союзники бы взяли, стали бы нейтральными и выполняли бы свои обязательства Турция, Япония. То есть огромное количество вопросов у нас возникло бы такого стратегического и даже экзистенционального характера для всего Советского Союза. Ну и кроме того, контроль над Мурманской железной дорогой, основной артерией, через которую снабжался Советский Союз, Полин-Лизу, Тихий океан, Иран и, собственно говоря, Мурманско-Архангельск. Вот, собственно, значение Ленинграда для Сталин. Ну, всегда Сталин говорил, многократно говорил, что армия для нас важнее. То есть люди, это ресурс, как известно, в разговаривании с Гаримановым, он говорил, что бабы еще нарожают после войны. То есть, в принципе, да, это проблема, но армия для нас важнее. То есть, из точки зрения иерархии потребления, предоставления ресурсов армии, безусловно, во время войны, это было, наверное, обоснованным решением, отдавалось серьезное предпочтение. Помните, 6 недель, максимум 8 недель отводилось немцам для того, чтобы город взять, но в конце августа, аюна 28 августа, было принято решение, окончательное решение, город не брать. Хотя оно разревало намного раньше, в течение нескольких недель. Треть муто-офицерского состава была потеряна, либо убита, либо ранена. Это основа немецкой армии, и командующий 17-й немецкой армии обращался к командующему группу армии Север, фельдмашему фон Лебу, и писал в Берлину о том, что необходимо выполнять. Не будет выполнений, мы дальше двигаться не можем. Дальше у немцев уже был опыт взять эти крупные города, они знали, что, в принципе, в этих крупных городах им ничего не достанется. То есть, там установлены мины, оборудование будет выведено из строя, борьба за те города сопряжена с тяжелыми боями, в ходе которых танки абсолютно бессмысленны, они будут гореть. И дальше совершенно было очевидно, что ресурс временной у Гитлера, у Вермахта был очень ограничен. Значит, планируя войну, они создали для себя такую карту ведения боевых действий, в которой, в частности, написали применительно к северо-западу и Москве, что с сентября начинается распутиться. То есть, танки ездить не могут, иными словами. Если Москву вовремя не взять, то вся стратегия Блицкрига, она идет на смарку, и, исходя из этого, немцы принимают очень болезненное для себя решение, особенно для тех генералов, которые до Ленинграда дошли, включая командующего 4-й танковой группы генерала Гюнгера и многих других, что они должны от Ленинграда направляться в сторону Москвы. Ну и, соответственно, новая стратегия окружить город максимально узким кольцом, приблизиться на расстояние пушечного выстрела, уничтожить при помощи авиации и артиллерии инфраструктуру, ну и, в конце концов, город просто от голода капитулирует. Причем речь на том, что капитуляцию, как таковую, не принимать. Капитуляцию немцы не хотели принимать и не могли, как они говорили, потому что у них в случае капитуляции возникают некие обязательства в отношении населения, в отношении вооруженных сил, ресурсов, для того, чтобы даже символически какие-то эти обязательства выполнять у них не было. И, соответственно, приказ, вот вы видите, 28 августа окружить Ленинград кольцом как можно ближе к самому городу. И очень важный момент, в середине этого слайда отмечен черным, любая попытка населения выйти из кольца должна пресекаться при необходимости с применением оружия. То есть 28 августа стало ясно, что у Ленинграда нет никаких шансов и все разговоры о капитуляции, о перейти к городу, о выведении населения. Они, по большому счету, никаких оснований не имели. Ну и, естественно, немцы рассчитывали на помощь финнов. Не полагали, что финны будут очень активными. И речь шла о том, что финны, безусловно, смогут перейти старую границу по реке Сестре и нанесут удар с севера. Таким образом, судьба Ленинграда будет решена. 13 сентября приказ, который был принят по дивизии. Дивизия-то находилась у Петергофа, совсем рядом. Опять же, когда будете в Питере, наверняка летом поедете в Петергоф. Ну и вот два пункта этого приказа. Я взял только второй. Приказываю, что ни один русский солдат, ни одно гражданское лицо будь то мужчина, женщина или ребенок, не будет пропущен через наш фронт и, следуя, держать на расстоянии огнем наших частей, находящихся на передовой, а если они прорвутся, расстреливать. Каждый солдат дивизии должен быть подробно проинформирован об этом. То есть, безусловно, все те, кто находился под Ленинградом, они знали, что они делают. То есть, когда мы говорят, что вот есть вермахт, они абсолютно невиновны, ничего не знали, не соучаствовали. И когда один из немецких канцлеров в разговоре с Дмитрием Александровичем Граньевым говорит, что вот мы ничего не знали, что там происходит, это все не так. И более того, у нас есть документы, и вот в этом сборнике они приведены, об инспекциях немецких дивизий командованием армии на предмет того, готовы ли солдаты, офицеры выполнять приказ. Суммируя общее впечатление, да, готовы один раз, но потом нам надо будет этих солдат куда-то отправить, поскольку они будут переживать некие психологические страдания. Но один раз они его выполняют. Они один раз его выполняют. Ну, это важная вещь. Ну, и, соответственно, метание немецких генералов. Октябрь, ноябрь, декабрь 1941 года. Переписка их, она сейчас известна, доступна. Опять же, если интересно, посмотрите. Но что делать? Вот есть приказ Гитлера, есть приказ по группе армий, даже по дивизии, но что делать, если вдруг на каком-то участке фронта, в локальном, будет понят белый флаг, вступать, не вступать. И немцы для себя говорят, что не существует решение, которое бы нас устроило. Все решения плохие. То есть, да, то есть, ну вот, какое-то решение было такое, если вдруг это произойдет, давайте откроем коридор на восток, и пускай вот эта оранда движется в тыл, деморализуя население там, съедая то, что там осталось, в конце концов. Это тот выход, который, с одной стороны, не станет бременем для вербахта, и ты ему дал его в части, а с другой стороны, вот, окажет содействие в решении главной задачи. Ну и, конечно же, было огромное количество листовок, было пропагандистское прикрытие, много разных слухов о том, что Рузвельт хочет оказать содействие Ленинграду, но не проявляет должного рвения и так далее. Бомбежки и обстрелы. Помимо голода, да, просто пять раз в Ленинграде снижали сторону водича хлеба. Пять раз. Начиная с сентября месяца до конца ноября. Пять раз. Самый нижний уровень, это 120 грамм хлеба для рождевянцев, и 250 грамм хлеба для рабочих. Причем суррогатного хлеба, то есть не тот, который мы с вами потребляем. Но, кроме этого, будет еще постоянное терроризирование населения. Да, бомбежки, обстрелы, плюс отсутствие в силу того, что электричества в городе не было, а воды. Банальная вещь. За водой надо было ходить на реки и каналы. Соответственно, водопровод не работал, канализация не работала, ничего не работало, трансов не работал. То есть это был такой общий коллапс всей системы жизнедеятельности города. Ну и на этом общем фоне, конечно же, нужно было каким-то образом выживать. Вот одна из вещей, которая связана с памятью о войне, конечно же, это роль Финляндии. Опять же, Финляндия сейчас для нас очень важный партнер. Знаем о том, что нам много чего помогает делать, и лучше других понимает нас. Но в период войны финны достаточно активно немцы помогали. Они дошли до старой границы, и фактически сковывали одну из крупнейших наших армий, 23-ю армию. И, кстати говоря, вот забегая вперед, Климент Ефремович Ворошилов, который был наркомом в период зимней войны с Финляндией, он финнов очень боялся. И он финнов, может быть, даже больше боялся, чем немцев. И в этом, может быть, была одна из его самых серьезных стратегических ошибок. Финны начинали войну, у них не было вообще танков. Ноль. Но они захватили, двигаясь от границы в районе Выборга до Сестрорецка, это 100 километров, практически все оружие, которое наши бросили. И они стали очень хорошо вооруженными. Дальше. Финну вели очень активные боевые действия в Карелии. Да, они на Ленинград не шли, но в Карелии сковывали силы Красной Армии, ну и военная разведка. Немецкая, финская очень помогала, собственно говоря, немцам. Вот в отчетах немецкой военной разведки был специальный раздел, который без изъятий просто копировался из отчета финской разведки по Ленинграду. То есть просто сообщение финской разведки. Данные радиоперехвата, данные агентурной разведки, ну и так далее. Да, Финляндия отказалась от участия в проведении наступательных операций. Во многом понимают, что будут большие очень потери. И потому, что на Финляндию очень серьезное дипломатическое давление оказывали англичане и американцы. Черчилль переписывался с Маннергеймом, в конце концов, ему в декабре месяце сказали, что вы ведете себя нехорошо, если вы из войны не выйдете, мы вынуждены вам объявить войну. Так что готовьтесь. Абсолютно. И в конце концов, вы должны принять для себя решение. Война-то когда-то закончится, вот с кем вы будете? Немцы точно проиграют. Если вы окажетесь с ними в конце войны, то есть потери для вас будут колоссальны. Вы должны сделать выбор сейчас. Но финны из войны выйти, естественно, не могли, потому что во Владе находилась значительная немецкая военная группировка. Плюс немцы, финнов хлебом кормили. С точки зрения продовольственной безопасности финны были очень зависимы от немцев и никуда не деться не могли. Но что они могли сделать для того, чтобы не навлечь в большей гнев Лондона и Вашингтона, это по крайней мере не двигаться в сторону Ленинграда. То есть да, они немцам помогали, но боевых действий опротив Ленинграда не делали. И опять же, для Ленинграда чрезвычайно интересная и показательная вещь. 44-ю гаду, когда финны заявили о том, что они делают такой разворот на 180 градусов в войне, кто их к хлебу кормил? Советский Союз. Вы можете себе представить настроение Ленинградцев, которые нашли отражение в материалах управляем НКВД. Конечно, никакого энтузиазма по этому поводу не было. Да, уникальность блокады. Главным оружием достижения немецкой цели это голод. И у нас есть данные, ясно, что они занижены по материалам НКВД. В отдельные дни января умирало 12-15 тысяч человек. Ворошилов как командующий. Сейчас я посмотрю, сколько времени есть у нас. На самом деле, вот то впечатление, которое у меня сформировалось после знакомства с большим объемом документов из военных архивов, из ГАРФа, Государственного архива Российской Федерации, Ворошилова как военачальника и государственного деятеля. В принципе, в отличие от многих командующих, которые были в Ленинграде, он действительно материал еще и знал. Он ездил на фронт, он знал всех командующих, он принял в значительной степени деморализованную армию, которая бежала из Прибалтики, которую нужно было останавливать и каким-то образом приводить к общему знаменателю. Он был одним из инициаторов создания Ленинградской армии народного ополчения. Приказ в Ленинграде на Ленинградском направлении был принят раньше, чем, я думаю, что, если мы возьмем, будем читать документы военные, наверняка на всех фронтах в том или ином виде этот приказ принимался за градотряды 14 июля 41-го, то есть, в принципе, обвинить Ворошилова в том, что он был мастером по отступлению, в чем его обвинял Сталин в августе и в начале сентября, но, так сказать, вряд ли это может, тем более, что копии этих приказов направлялись и в Москву. Дальше. Неоднократно Ворошилов просил вместе с Аждановым и находившимися в Ленинграде с конца августа представителями Ставки, включая Молотова и Маленкова, укрепить штаб фронта. Он просил дать людей, в конце концов, у тебя может быть много материальных ресурсов, техники, но самое важное, чтобы у тебя были люди, которые знают, как этими ресурсами распорядиться. Кадры, кадры. Вот 40 тысяч человек офицеров, которые были уничтожены в ходе репрессии, вот они здесь в полной мере, их недостаток появился. Авиация. Полное доминирование немцев и, соответственно, чем занималась наша авиация? Она могла только лишь защитить собственные аэродромы, чтобы было куда приземлиться, и в какой-то степени защитить город от немецких бодрежек. Ни на что другое этой авиации не хватало. То есть поддерживать наступательные операции наших войск, направленных на прорыв блокады, на начальном этапе, когда она только была установлена, когда она была очень такой, так сказать, не очень сильной. Эти задачи при наличии техники, которые находились в распоряжении во Ворошилова предоставлены не были. Ну и была общая просьба членов военного совета и представителей Москвы в Ленинград Хозина, который стал в последующем командующим фронтом, не присылать. Что мы его знаем как командующим ленинградским военным округом очень давно, и он себя зарекомендовал с самой худшей стороны. Кого привез Георгий Константинович с собой помогать отставить в Ленинград, генерал Литя Антахозина, который через полтора месяца стал командующим, был очень любвиобильным, было у него много разного рода на этой почве занятий, и некогда ему было заниматься собственными реальными. В конце концов, Бесславно в середине лета 1942 года его отправили руководить другими соединениями Ну и собственно говоря, все, что касается формирования для создания Лужского бронительного рубежа, чтобы немцев остановить, использовать артиллерию ГБФ, то, собственно говоря, в чем собственную заслугу видел Георгий Константинович Жуков, это все было сделано при выращивании с кораблей красномерного Балтийского флота, которые были заперты, были сняты часть орудия, они были поставлены на наиболее танкоопасных в управлениях и использовались. Ну и все остальное, так сказать, тоже делалось достаточно разумно, достаточно разумно. То есть тот вывод, к которому я пришел, вот эти критические стрелы в адрес Ворошилов, по крайней мере, которые касаются организации обороны Ленинграда, они далеко не всегда обоснованно выпускаются. Были просчеты, но опять же, просчеты, они связаны с опытом человека, с его умением или неумением оценить возможное направление главного удара, и надо иметь в виду, что Штирлиц на самом деле у нас не было тогда. Не было. То есть мы нечем воевали вслепую, не знали ничего о намерениях противника, не знали, что финны будут делать, что немцы будут делать, авиации нет, которая может, по крайней мере, дать информацию о передислокации войск. Ну и Жуков, например, узнал о том, что немцы из-под Ленинграда уезжают по сообщениям партизан и местных жителей, которые слышали просто то, как с Лязгом грузятся немецкие танки на эшелоны для того, чтобы уезжать в сторону Москвы. Вот уровень, собственно говоря, разведки. Потом уже все стало лучше, но в сентябре 41-го года это, к сожалению, многие вещи делались вслепую. И поэтому, скажем, успехи нет на южном направлении, со стороны Петергофа и так далее, со стороны Финского зарева. Они были связаны с тем, что Ворошилов ожидал удар с севера и с юга забирал наиболее боеспособные части. Дальше. Ну, как всегда, у нас бывает. Просто Ставка говорит, что мы отправляем вам помощь. А по дороге ее перехватывает другой фронт, другая армия. Кто смел, тот и съел. Вот седьмая армия перехватила, соответственно, Климент Ефремович там крыльями махал, хлопал, так сказать. Но сделать уже было ничего невозможно. Ну, и на самом деле Сталин упрекал ленинградское руководство Ворошилов в том, что они эффективно использовали вот эти современные танки КВ. И Ворошилов объяснял Сталину, что он делал все, что можно, если эти танки КВ использовать в каких-то наступательных операциях, то они будут легкой добычей для немецкой операции. Просто никакой поддержки нет. Это абсолютно бессмысленная вещь. И вот эти танки КВ он использовал для прикрытия наиболее танкоопасных направлений, с тем, чтобы немцы, если они попадаются пойти в город, встретили здесь серьезные сопротивления. То есть, ну, с точки зрения, вот если военным вот эти тексты показать, я показывал полковникам и так далее, они говорят, да, все разумно, все, что он говорит, это разумно. Я не имею военного образования, но знающие люди мне сказали, что каких-либо вот серьезных просчетов по использованию граничных ресурсов, находившихся в распоряжении Ворошева, допущено не было. Что сделал Жуков? Он, безусловно, навел дисциплины и порядок. Он сдал несколько драконовских приказов, которые были впоследствии в феврале 1942 года отменены. В частности, был приказ о том, что члены семьи изменников Ромины не будут расстреляны. Можете себе представить. Нет, ясно, что его исполнять нельзя, но Кольц-Город приказ оглашен, перед строем, кто же знает, будет его исполнять или нет. А могут и исполнить, потому что кто его знает, какие у тебя есть правовые и другие инструменты. Люди боятся, да, а только в феврале 1942 года главное политическое управление, просматривая соответствующие материалы, когда уже Жукова в Ленинграде не было, оно его отменило как незакон. Ну вот воспоминания маршала Новикова, который был недругом Жукова, то есть они друг друга не любили, вот он пишет, что ничего казалось бы особенного при Жукове не случилось, просто изменился характер нашей обороны, стал более активным и так далее. Вот твердость, жестокость и смелость. Должный результат сказался бы не столь быстро, как тогда требовалось. Теперь несколько слов, наверное, по поводу запасов, потом я перейду к последней части, которая связана с мемориальной стороной, с тем, как мы помним, хотим помнить или не хотим. Вот я уже говорил о буклете, который сделал Анастас Иванович Микоян в своих воспоминаниях в отношении Жданова. Ну, что было на самом деле? Вот 23 июня в Смольме принимается решение о том, что нужно использовать помещение школы и так далее, как маневренный фонд на случай потери жилья. То есть, по большому счету, это не ресурс. Вторая чрезвычайно важная вещь, что во всех документах, которые я смотрел в фонде Микояна, нету ни одного подтверждения, что такой разговор между ним и Ждановым состоялся, поскольку он должен был подкрепляться общением с соответствующими профильными ведомствами, наркоматами и так далее. Этого не было. На самом деле, только 6 июля Микоян провел совещание, которое было посвящено снабжению Москвы и Ленинграда и поручил дать справку ему, из каких районов должен поступать хлеб. То есть, он сам не знал, откуда в Ленинград хлеб заразит. И более того, на этом совещании отметил, что этот хлеб нужно размещать не в этих городах, а в районах, прилегающих к Москве Ленинграду, поскольку боялся боговых ударов. Ну, ясно, что и крупные политики, и очень важные политические деятели, Микоян очень много сделал для Ленинграда. Ну, вот здесь, по всей видимости, он попытался возложить основную вину Дожданова неправомерно. Ну, и кроме того, почему запасов не было? У нас была плановая экономика. Вот это вот важная вещь. Наверное, то, что мне удалось найти совершенно недавно в российском архиве экономики, я нашел отчет уполномоченного госплана Полиграда, то, каким образом Госплан смотрел на советскую экономику. Ей было специальное ведомство управления государственных материальных резервов, но только одно могло делать запасы на случай войны. Всем остальным было это запрещено. В условиях начавшейся войны по соответствии с мобилизованным планом все железные дороги использовались только для военных перевозок. То есть в городе нельзя было завозовать ни уголь, ни продовольствие. Вот надо было использовать то, что в городе уже было. Дальше. Ленинград, как это ни парадоксально, несмотря на то, что это огромный город, у него были очень маленькие склады, 40 тысяч воронов. То есть по большому счету это запасно 2-3 месяца. Единственное исключение Кронштадт, где запасы аккумулировались еще с 20-х годов. И, собственно говоря, Кронштадт, база Краснодарного Балтийского флота, поделилась в самые критические моменты в декабре 1941 года с населением Ленинграда. Вот эти НЗ были распакованы и ленинградцев стали кормить. Если бы тех запасов в Кронштадте не было, было бы очень тяжело. Ну и, соответственно, запасы очень быстро в городе таяли. Очень удачно была проведена эвакуация детей. Опять же, соответственно, мобилизационным планом эвакуировали на запад и на юг как раз на встречу наступающим немецким войскам. Мы собирались очень долго, поехали, и в Лычково, есть такая станция под Ленинградом, детские эшелоны немцы разбомбили. Слухи дошли до ленинградских женщин, они поехали и забрали своих детей. И до, собственно говоря, августа или до сентября просто отказывались от любой эвакуации. Она не была обязательной. То есть, именно из-за этого в городе оказалось огромное количество таких более полумиллиона детей. Ладно, я тогда быстренько, ну и, конечно, еще один момент чрезвычайно важный, который тоже относится к экономике блокады, это запаздывание с введением карточной системы. Скажем, Ленинградский опыт, в отличие от опыта других стран в период войны, у других городов советских в период войны, было уникальным в каком плане? Ленинградцы пережили финскую войну. То есть, Ленинград был основным плацдармом для введения войны против Финляндии. И когда началась война против Финляндии в конце ноября 1939 года, в течение трех дней, значит, система нашей торговли, она была полностью, скажем, расстроена. Народ имел все, что можно. Народ изъял из Сберкасса все свои сбережения. Ну и приходили в себя девять месяцев после начала войны. Только лишь в 1940 году Ленинград вернулся на какой-то более-менее нормальной жизни. Один из важнейших уроков, который предлагали ленинградскому руководству сделать, а именно торговле Любимов, в прифронтовых городах, в городах, которые находятся близко к границе, вводить с самого начала военных действий карточную систему. То есть ограничивать выдачу продовольствия определенной лимитратуры товаров, ну и соответственно ограничивать изъятие из берега и наказ наличных денежных средств. Вот с деньгами это сделали, 200 рублей в месяц, не больше. А с наведением карточной системы задержались. Почему? Задержались потому, что одним из чрезвычайно мощных таких факторов сохранения коммерческой торговли была потребность Госбанка и вообще всей экономики в наличии, прошу прощения с тавтологией, наличных денег. От торговли деньги получались, эти деньги потом удавались в виде заработной платы рабочих. То есть не будет денег, соответственно эти деньги надо будет завозить, завозить это значит инфляция, в течение месяца в Ленинграде фактически никаких ограничений связанных с распределением продовольствия не было. Более того, когда карточная система все-таки была введена, норма по карточкам существенно превосходила потребности населения в продовольствии. Хлеб, 800 грамм хлеба в день. Попробуйте съесть и дополнить другие товары. То есть те люди, у которых были деньги, они эти запасы делали. У кого денег не было, но они оказались среди тех, кто пострадал в первую очередь. Да. Так, ну вот и наверное каким образом стулинизм проявил себя в период блокады. если мы говорим про управление НКВД, органом госбезопасности, крупнейшим отделом внутри НКВД был секретно-политический. Не разведка, не контрразведка, не экономический отдел, который должен был бороться с разведительством, с амотажем и так далее, а секретно-политический отдел. То есть тот, который как раз должен был предотвратить сценарий 17-го года. Да, ну тут вот много чего было сделано. То есть ни одного мероприятия по организованному выступлению в Ленинграде не было проведено. Дальше вам покажу слайд с формой протеста. Но на самом деле бороться со спекуляцией, бороться с злоупотреблениями в торговой системе значит только с марта 42-го года. То есть вот куда бы они ни пришли из того здания, которое мы в Питере называем Большой дом. Какой бы объект, торг, базу и так далее везде были колоссальные нарушения. Но не было ни одного даже такого заповедника, в котором можно было бы сказать, что вот это образец рачительного отношения к ресурсам. Дальше важная вещь воздушный мозг. Мы наверное знаем, что Ленинград был отрезан, но оставалась возможность доставки продовольствия по Ладожскому озеру. Чрезвычайно сложный проект, который был реализован, собирать со всей стороны продовольствия для города и объем выделяемого Ленинграда продовольствия. Задумайтесь на секундочку, это одна десятая часть того, что нам по лингвизу американцы с англичанами представляли в виде зерна. Одна десятая часть. Когда говорят, мало или много выделяли. Одна десятая это много. Но выделяли всегда по какому принципу. Не столько, сколько нужно ленинградцам для физиологических потребностей, удовлетворения, а исходя из пропускной способности дороги. И вот когда мы с вами почитаем переписку или разговоры по ОВЧ ленинградских руководителей есть. Мышь сам Микояна Микояна говорил достаточно прямо. Ну зачем мы вам будем давать больше, чем вы можете перевезти? Оно же пропадет. Ну это был свой резон. Вот вы докажите, что вы можете в город в день перевозить 800 тонн хлеба. Вот мы вам дадим 800. Можете 850, будем думать, как дать вам 850. Пока вы только 600 возите, что вы клянчите 800? Это ясно, что такого логола Настас Иванович не употреблял, но имел ввиду именно это. Дальше был воздушный мост, когда взяли Тихвин и когда полностью город был окружен. То есть когда даже до восточного берега Ладожского озера никак было не добраться, было принято решение о том, что в Ленинград продовольствие будут завозить в количестве 200 тонн в день транспортной авиации. Это очень сложная такая задача ирганизационная, потому что к этим самолетам, 50 самолетам нужно было два полка авиации, от которых на самом деле не было. Немцы рвались к Москве, и в принципе всегда очень сложный выбор для руководителей куда направить ограниченные ресурсы, спасать Ленинград, который уже в принципе для Смолина свою задачу угодно. Немцев задержали, и немцы в ноябре месяце до Москвы 600 километров, но никак бы они не прошли, то есть они бы не сделали бы этой разницы, как говорят сейчас. То есть по большому счету, если бы он был абсолютно монстром, он сказал, что да и бог с ним. Но он этого не сказал. 200 тонн продовольствия не выделялись высококалорийного, причем речь не о хлебе, не о высококалорийных продуктах. Но, к сожалению, из-за шоколад, тушенка, мясо, шпик, жиры и так далее. То есть речь шла действительно о тех продуктах, которые были много более калорийными, чем обычный суррогатный хлеб. Масло то же самое. 70 тонн вместо 200 вот этим выделенным ресурсом перевозить на одну треть всего лишь того, что было. Почему? Потому что этим хозяйством занимались организации перевозок несколько ведомств. И эти ведомства друг с другом конкурировали, они друг другу не помогали, не могли вовремя просто договориться о координации сопровождения стрельбительной авиации, техники плохо работали. То есть больше половины самолетов просто стоял на земле. То есть Алинат посмотрел и забрал эти самолеты. Забрал. То есть в принципе у города был шанс и были предложения более того соответствующих подразделений Ленинградского фронта, человек, который занимался полковника Петрова, который занимался вот этими авиационными перевозками о том, как нужно организовать работу, но они не были услышаны и 30 декабря воздушный мост по большому счету перестал функционировать. Что привело к тому, что в январе и феврале начался действительно в городе Мор железнодорожный транспорт не работал, хлебозаводы практически все встали и людям выдавали место водопилосуровятного хлеба их поют мукой. Можете себе представить, что с этой мукой можно сделать. Далее, ну вот, не знаю, вина Сталина или нет, он позвал Жукова из Ленинграда в октябре, в начале октября, не дал никакого усиления военному совету. Ну и ноябрь-декабрь Ленинград, как ни парадоксально, был донором Москвы по оружию. Все, что можно было перевезти самолетами, включая 45-мм пушки, минометы, все, что можно было использоваться для прорыва блокады, было передано Москву, поскольку Маленков говорил о том, что, ребята, помогите нам после того, как мы решим свою задачу, мы поможем вам. Но, как мы знаем, это полностью сделать не удалось. вот, собственно говоря, докладная записка жданного вот этого полковника о ДУОСа, как они плохо работали. Ну, если есть желание, дадите мне электронный адрес, я вам перешлю презентацию, увидите, что из вот этих самолетов половина стоит, губы рейсов они не выполняют, и, как говорят, у семьяняных дитя без глазу. Слишком много начальников. Ну, и вот, собственно говоря, полномочий военного совета Ленинградского фронта по воздушным перевозкам. Абсолютно новая тема. Воздружный мост Берлинский, воздружный мост Ленинградский. В Ленинграде, к сожалению, он работал на треть. Форма протеста, то, что в этом городе были листовки, в которые писались от руки, были на нем письма, направлявшиеся в органы власти. Было чтение и хранение немецких листовок. Но, опять же, я говорю, полпроцента та часть населения, которая была обвинена в разного рода антисоетской деятельности. Причем, после распада конца советской власти, в 1991 году и позже, практически все были реабилитированы. Правильно или неправильно, это другой вопрос. Были действительно написаны листовки, были призывы в декабре 1941 года организовать демонстрацию на нынешней Дворцовой площади, на площади 25 октября, или площади Лицкого, я прошу прощения, по-моему, на нынешней Дворцовой площади. Были листовки, которые разбрасывались на Московском вокзале с критикой порядков, которые были в стране, и те, кто писал эти листовки, искали долгие-долгие месяцы, был такой человек, который вот эти листовки разбрасывал, и подписывал он их бунтовщик, то есть агентурное дело было заведено, такое специальное дело, бунтовщик. И вот в одном из своих листовок, там уже шестой или седьмой, по почерка мы его пытались определить по картотекам, но совершенно новый человек, не из антисоветчиков, он упомянул, что он является рабочим одного из горячих цехов, а в Ленинграде тогда был только один горячий цех, мы, естественно, всех разными предлогами взяли почерка и его выявили. Человек фамилия Лужков оказался 10 лет не расстреляли. Да, ну вот были забостровок как таковых не было, было прекращение работы женщинами, которые, так сказать, просто уже не могли работать, было единичное прослушивание радиопередач, поскольку все радиоприемники были изъяты, как вы знаете. Ну и были случаи помощи противнику когда в город возвращались перешедшие на сторону противника красноармейцы и так далее. Была масса всяких разных инноваций, тоже важная вещь, то, что надо помнить, то, что нужно, наверное, в большей степени ценить, но почему-то у нас до сих пор до этого руки не доходят. Когда они занимаются инновационной деятельностью? Когда они очень сыты или когда им очень плохо? Вот есть архивы историкополитических документов несколько томов рад с предложений ленинградских ученых и инженеров. Многие из них абсолютно никакие, но сейчас в контексте зеленой экономики были предложения, когда у нас не было электричества, использовать ветер для ветрогенерации. И вот нынешние ученые из политтехнического института, одного из самых сильных в Питере, они говорят, да, в принципе, то, что предлагалось, тогда не имеет смысл, но ясно, что в условиях войны, маскировки и так далее это просто невозможно. Изобретение заменительного продовольствия. Потребности в питании в течение двух месяцев они были доиспечены тем, что эти заменители были предложены и созданы. Дальше изменение системы распределения, развитие огородничества. То есть власть вела себя достаточно портунистически и допустила частные огороды в период войны. И более того, начиная с весны эти огороды стали осваивать, сажать овощи и так далее. Но в начале июня 42-го года поступил приказ негде способное население с города эвакуировать. А что делать с огородами? Людям обещали, что вот эта грядка это их, и там уже что-то выросло. И вот эти люди пошли на рынок предлагать свои капусты, овощи, но поскольку предложение существенно превосходило спрос, люди просто стали не доставайся же ты никому. И возникает проблема, что делать с этим урожаем? Хозяева урожая уезжают, деньги им за это заплатить, либо не отпускать их в эвакуацию, пока они не принесут так называть крепительные, того, что они сдали безвозмездно свой урожай. Серьезная проблема обсуждается на самом высоком уровне, на уровне секторе игроков партии с начальником управления юстиции. Начальник управления юстиции предлагает все забрать, военный коммунизм, праворазверстка, на нашей земле это все посажено, мы же эти самые семена дали, люди уезжают, мы им какое-то благо делаем. Но в конце концов принято решение не изымать, потому что они уедут и расскажут, что у нас их обманули. То есть масса всяких разных вещей происходит связанных с подобным родом инновациями. Либо еще один пример, приведу, наверное, последний. Не стали отбирать, не стали отбирать, люди могли передать его кому-то там из своих знакомых, близких, но конфискации не было. Это чрезвычайно важная, интересная вещь. В январе 42-го года, когда расцвел черный рынок, когда толпучку понесли все, что у людей было, поскольку хлеб нужно было, так сказать, приобретать за что-то. Начался абсолютно такой неэквивалентный обмен. Люди приносили свои драгоценности, последние, и что они могли получить на рынке? Ну, полкило хлеба максимум. То есть абсолютно такой неэквивалентный обмен. И Жданову поступило несколько писем воссоздание воссоздание системы. Ну, токсина в кавычках. Да, 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 создать посредника в лице государства, для того, чтобы оно покупало у населения эти ценности и валюту и так далее, и выдавало определенные талоны, которые можно было бы отоваривать. Можете себе представить, до августа этот вопрос 40-го года решается, принимается весь комплекс документов для того, чтобы эти токсины ввести, но несамодельная часть населения большая часть уезжает и как бы проблемы снимаются. То есть много чего было, много чего, так сказать, через что удалось пройти. Ну, в Ленинграде долго говорили о необходимости крематории, весной 42-го года вынуждены были пойти на этот шаг. Так, давайте я просто вот покажу, наверное, основные этапы символов памяти. Коль скоро у нас есть слово память в названии лекции, что ленинградцы делали и что ленинградское руководство считало нужным делать. Во-первых, воссоздать вот эти рекреационные зоны, создать вот эти Приморский и Московский парки Попеды, чтобы вот находясь в них люди почувствовали мир, то, что наступил мир. Пискаревское мемориальное кладбище, открыто через 15 лет. Ужасающее положение оно находилось и, собственно говоря, вот тот мемориал, вот этот мемориал, который вы видите, он был создан только в 60-м году. До этого это просто совокупность больших братских могил. Монумент героическим защитникам Ленинграда, когда вы в Питер прилетаете, едете по обувь шоссе, как раз там, где проходила линия обороны, рядом этот монумент стоит, разорванная кольцовка в Малажеском озере, ну и, в принципе, сейчас есть так называемый блокадный архипелаг, обилие всяких разных музеев. Вот 16-й год под самые две минуты был губернатором предыдущим объявлен конкурс на создание музейного выставочного комплекса обороны блокады Ленинграда. Международный конкурс. Я был членом жюри, более 10-ти проектов были предложены уже в так называемый шорт-лист. И вот основные идеи вот этих проектов, ну, видите, такой монументальный, даже не скажу, что это такое. Крепость и Десятиконечная звезда. Вот проект Мамошина, который предложил прежде всего говорить о Ленинграде как о крепости, да, то есть героическая такая составляющая была главная доминанта. И вот норвежцев пригласили, то есть они предложили, видите, что здесь? Капуста. Вот та капуста, про которую я вам говорил. То есть такое у них было восприятие блокады, если текст какой-то предлагать, то есть то, как они это описывают, мемориальный комплекс должен быть парком, с мемориальным ландшафтом, музейной экспозицией под открытым небом. Ну, в общем, немного они получили очков от членов жюри. Вот победитель Никита Еврей. О чем здесь речь? Вот выстоявший город, то есть идеологически первый блок, самый важный голод, дальше, собственно говоря, огонь, как борьба, скорбь, ну и только потом бык, культура, производство и так далее. То есть в принципе совершенно другая система ценностей, нежели у того же самого Мамошина финны. Проект, который больше всего понравился питерцам. Было такое голосование онлайн, были записки людей, которые приходили и смотрели разного рода проекты. Вот собственно главный элемент экспозиции спираль, который символизирует историческую прееменство, стойкость, одновременно хрупкость человеческой жизни. Самый такой человечный, самый интересный, самый привлекательный проект. Они в конце концов оказались на втором месте. Ну вот вещи в традициях Пискаревского мемориального кладбища, мастерская Романова. Ну и еще один такой город-крепость, прорыв кольца блокады земцов к идеальным партнерам. В конце концов пришел новый губернатор и сказал все уже определили победителя. Евеин выиграл еще один международный конкурс. Были выделены деньги, уговорили ветеранов. Но пришел другой губернатор и сказал, что не надо нам вот будем восстанавливать старый музей, который сейчас занимает площадь одну сороковую от того, что было. Поскольку остальное помещение передано военным. Там находится один из 40 тысяч квадратных метров. тысячи квадратных метров. Вот у них есть какие-то такие попытки что-то изобразить. Но на самом деле я не уверен, что в ближайшей перспективе что-то удастся сделать. Когда мы говорили о концепции этого музея и о том, что они делают, я пытался каким-то образом повлиять. Если вы скорбите, идите на пескаревку. Вот там вы и поплачите. А вот у нас мы будем говорить о том, как мы город защитили. Дальше что у нас происходит с носителями памяти? 80 тысяч блокадников это те люди, которые более 4 месяца находились в период блокадного города. То есть они пользуются льготами, у них есть удостоверение, знак жителей блокадного города. В течение долгого времени те, которые находились в городе меньше, чуть-чуть меньше 4 месяцев, они претендовали на те же самые годы. И вот в этом году, я думаю, что скорее и по экономическим, и по политическим соображениям этот список блокадников расширили. Теперь у нас есть традиционные блокадники, новые блокадники, но и они очень такой удобный контингент, скажем так. Что делается параллельно? Вот это, мне кажется, более важно. То, что делает власть, делает то, что может делать, старается, как может, наверное, больше не может. Бессмертный полк в Питере это главный символ, блокадники идут, вот, и не только отчетя память тех, кто защищал, но и своих бабушек, дедушек, которые пережили блокадников. Открывается частный музей, который намного лучше государственных. У нас есть музей Ленрезерв, который в прошлом январе посетил Путин. Очень богатый человек, собирает артефакты. Если какие-то экспозиции организуются вне Питера, он дает эти артефакты и так далее. Дальше у нас есть несколько известных артистов, которые записали дневники, дневники, чтение дневников транслируется по радио, это и Алиса Фрейдлих, которая переживала блокады, Олега Силашвили. Вот появляются небольшие фонды, которые поддерживают исследования. Немцы наконец решили раскошириться и решили поддержать госпиталь ветеранов в Вольнде получают отключение блокады. Нет. А ну вот и есть у нас такой Лев Луриен, известный историк, который создал комитет 8 сентября, день начала блокады, и вот 8 сентября, значит, уже в течение нескольких лет, люди во дворах и домах читают слух имена погибших. Вот так. Я думаю, что на этом я остановлюсь. Я уже злопокребил Вашим временем. Спасибо. Друзья, у нас есть время на вопрос-ответ, поэтому пожалуйста кликовайте. Давайте по микрофон, иначе на запись потом не будет слышно. И вот подпочит видать очередность. У меня такой вопрос. У меня моя тетка одна была студенткой Горного института второго курса 20 лет девочек. Она пропала в лагере. Ну, короче, в Кремраде, да? Последнее письмо было, что у нее отправили карточки. Расскажите, как выдавались эти карточки и как вообще геев выдавали. второй вопрос. Мы пытались ее найти после войны, искали, потом уже в 2000-м году мы подавали в архив обращались к институту. Они сказали, что она выехала с группы горного института. Но весь карточки она потеряла уже после того времени, как они были указаны. Есть возможность сейчас как-то ее найти? В архиве или это бесполезно? Нет, смотри, давайте с конца начнем. Да, есть Центральный Государственный Архив и, соответственно, можно смотреть по эвакуации предприятий, по спискам эвакуированных. Мы нашли, что она вакуировалась, а она позднее уже прислала письмо, что у нее правиль карточки. То есть она осталась там, получается, каким-то путем. Ну, смотри, ну, карточки каждый месяц выдавали, а когда немцы однажды сбросили фальшивые карточки, решили их перерегистрировать и периодически проводили перерегистрацию карточек в зависимости от категории населения. Если вы работали, соответственно, на предприятии или учреждения получали карточку, если вы были жди венцем, то по месту жительства был достаточно серьезный учет в этом отношении, ну, по крайней мере, раз в месяц. Одна из стратегий выживания, ну, к сожалению, стояла в том, чтобы скрывать умерших и пользоваться карточками умерших. Да. Ну, по крайней мере, там было написано, нет, ну, не на каждой карточке. То есть, в принципе, если вы приносите карточку нужного цвета на нужные товары, на нужное время, там же отрывные талончики есть, да, эти отрывные талончики, они, конечно, неименны. То есть, вы можете воспользоваться похищенными карточками, да, это, безусловно, можно было сделать. Но смотрите, довольно много ленинградцев говорили о том, что у них карточки похитили. Да не было. Но я еще раз вам говорю, послушайте меня. Вы мне задали вопрос, я на него отвечаю. Когда столкнулась жизненная ситуация, у нее похитили карточки. Что она могла делать? Она могла пойти в свой институт, пойти в милицию заявить, да, и поначалу смотреть этих вопросов было достаточно либерально. Если версия человеком предлагавшейся она казалась убедительной, то как правило помощь оказывали. Вот начиная с ноября, когда уже совсем стало туго, ясно, что некоторые злоупотребляли и говорили о том, что они карточки похитили, хотя у них карточки оставались. Ну вот, ситуация чрезвычайно тяжелая. Ну и, конечно же, большие шансы выжить были у тех, кто все-таки жил в семьях. Это семья, основной институт, который мог обеспечить безопасность, который был инструментом перераспределения ограниченных ресурсов, который давал возможность идеального разделения труда. Я могу просто привести пример семьи моей бабушки. Она работала на Балтийском заводе, у нее была свекровь 50 лет всего. Вот она ходила отоваривать карточки, она ходила за водой, она искала дрова, она следила за тремя детьми, которые в принципе первую блокадную зиму пережили, но через Ладожеское озеро переправившись, один из них умер. Вот это идеальная вещь. Плюс аттестат деда, который был на фронте, и поскольку он ушел добровольцем, бабушка получала деньги в размере его заработной платы. То есть эти деньги, ну, поначалу о них что-то можно было покупать. Те, кто жил один, он, безусловно, был чрезвычайно измем. То есть многие просто не успевали отоварить карточки, и если вы не успевали это сделать, то по просроченным карточкам вы не могли получить продовольствие. Было бы огромное количество писем во власть, где говорилось о том, что хотя бы выдайте нам то, что нам причитается, то, что я не смог получить, потому что скажем, до 1 декабря 41-го года в Ленинграде не было закрепления конкретных контингентов населения за тем или иным магазином. То есть какие-то районы лучше снабжались, какие-то хуже снабжались, и вы можете себе представить, народ бегал по городу по морозу, в лед встал на Ладоге, который позволял ходить полуторатонным машинам уже в конце ноября. То есть было действительно холодно. люди выставили в очередях 6-7 часов голодные, ну и можете себе представить, почему это. Только 1 декабря власть додумалась до того, что нужно в магазин на Новосибирском острове 10 магазинов возить определенное количество товаров и закрепить за этими конкретными магазинами конкретное количество людей. Долго доходило, но в конце концов, опять же, по почину снизу, по предложениям людей это было сделано. Одной было очень тяжело жить, одной очень тяжело. У нас есть дневники вот этих девочек-одиночек, которые после войны остались, поскольку там работали на военных предприятиях, после химических вузов. Кошмар, кошмар, как они выживали. Вот, но отвечая на ваш вопрос, где находить Центральный Государственный Архив, если она была и была бы членом партии, то это было бы проще сделать в партархиве документы хранили, как говорил Михаил Живаневский, тщительнее. И вот, в принципе, по члену партии все очень просто, по всем остальным намного сложнее. Можно смотреть на домовые книги по дате эвакуации, домовые книги, часть домовых книг сохранилась, но опять же, так сказать, как повезет, как повезет. Но ясно, что с декабря 41-го года ведомства, которые занимались регистрацией, они хуже работали. Но не до того. Скажите, пожалуйста, вот Ген виршилу, он был один? Нет, 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 я говорю про Лычковского, но было много, конечно, не один, а шелон. И в какое время? Июль месяц, июль 41-го. Июль? Да. У меня к вам два вопроса. Первое, это снабжение госпиталей, сколько было госпиталей военных в Менинграде, и как происходила эвакуация особо тяжелых ранних. Вот, очень кратко, если можно. И второе, в одном из слайдов была информация, что ощущался острый дефицит кадровых военных, именно что в мир должности нехватка кадров. В флоту, когда с кораблей на судоподный диагноз военных действий были передатравлены офицеры к ВФ, каким-то образом помогал, как было это взаимодействие между судоподной армией, вооруженными силами армии и флотом, как это все-таки было организовано? Спасибо большое, я сразу скажу, что я не специалист ни по первому, ни по второму вопросу, но по госпиталям, но у нас традиционно довольно много в городе было госпиталей, есть воспоминания военных врачей, опять же, дадите мне адрес своей электронной почте, я вам перешлю, у нас даже диссертация кандидатская была защищена медицинской службе в период битвы за Велинград, там вот все данные, которые вам нужны, могут быть предоставлены. удивительная вещь, тяжелых, если они нетранспортабельные, значит, они их лечили, вот там, где можно было лечить, раненых вывозили самолетами, у них была своя квота определенная, но опять же, вопрос использования самолетов, вывозить раненые или пушки, пушкой можно воспользоваться, раненые, ну, понимаете, чрезвычайно сложный, тяжелый выбор, понимаете, советская система, она была чрезвычайно бюрократизированная система, вот в материалах продовольственной комиссии военного совета, которая принимала решение о том, кого чем снабжать, вот, были такие случаи, когда человек больной туберкулезом наставил на том, чтобы ему во время блокады давали масло, подложено и давали, ну, с точки зрения, скажите, такой производственной целесообразности, ну, никакой, ну, вот есть бюрократический регламент, и вот ты, там, в один раз написал, второй раз написал, третий раз написал, в четвертый раз, так сказать, вот, какое-то решение принимать, поскольку отказать ему нельзя, положено, да, положено, то есть, правила существовали, или, приведу другой пример, накануне войны один наш изобретатель создал то, что называется сейчас дронами, да, вот эти летающие, беспилотные, можете себе представить, когда мы говорили про войну в 2008 году, что у нас дронов нет, там, грузин есть, у американцев есть, у всех есть, в 1941 году, человек защищает диссертацию, в мае месяце, значит, ну, процедуры у всех ученых известны, все это идет в ВАГ, это должно получить соответствующее подтверждение, ты получаешь диплом, война начинается, он не получает диплом, но все знают, что он доктор наук, как доктор наук, он имеет право на льготы по питанию, очень серьезный льгот, он может быть прикреплен к так называемому спецмагазину, но ему эти льготы не дают, потому что он не доктор наук, потому что он все лишь кандидат, несмотря на то, что он изобрел, опробовал вот этот беспилотник, как раз для Балтийского флота, который может осуществлять вылеты, съемки и так далее, ну, вообще, так сказать, уникальная вещь, да, то есть, российские инженеры, могли творить чудеса, но бюрократия в нашем времени тоже чудеса, она отказывала ему, выдачи вот этого пайка до ноября, пока Попков, это председатель оборудовского полкова, сам не придумал, в какую лабораторию его прикрепить, где положено вот этот дополнительный пайок, вот они нашли, так сказать, бюрократическую лазейку, долго думая, куда же его включить, для того, чтобы он мог получить вот этот бонус, вот такие вещи, то, что касается КБФ, ну, артиллеристы, что стрелять по танкам, что стрелять по кораблям, мне кажется, никакой слаженности особой добиваться не нужно, то, что морская пехота немцев трепала, и были несколько десантов, чрезвычайно, большими потерями для нас, это факт, это факт. На штабных должностях, ну, понятное дело, проблема организации войск, использования ресурсов, и на станках было больше, самолетов, в конце концов, было больше, но блокаду не могли прорвать до января 43-го, снятия до января 44-го, то есть, ну, у вас может быть много ресурсов, но если нету командиров, если нету кадров, если нету нужной стратегии, не принимается правильное правительственное решение, то, соответственно, все затягивается чрезвычайно. Друзья, я просто хочу напомнить, что у нас с вами подходит к концу, и вот один вопрос еще. Никита Андреевич, спасибо за лекцию. Вопрос маленький. Есть у вас информация по поводу территории вокруг Исаакиевского собора, в видеоматрии такой кадр, где поля там были? Да. Да, да. Ну, вот как раз то, что норвежские товарищи изобразили, это было капустное поле вокруг Исаакиевского собора, да. Все парки, все вот, каждые пять земли, она была засажена с этими овощами, и народ пытался каким-то образом решить свои проблемы. Я могу сказать, что голод и зимой 42-го, и 43-го года был, и люди от голода умирали, и смертность, она была кратно больше, чем до войны. И вот один из мифов, то, что уехали, и там, начиная с 42-го года, все было лучше. На самом деле, к сожалению, нет. Реально ситуация стала меняться только после прорыва блокады, после того, как удалось улучшить транспортное снабжение. Сообщение с Лейградом, и через него завозить дополнительные объемы товарища. Спасибо. Спасибо.